К миссу радости К островам лит сиреневых птиц Всё равно, где бы мы не причалили Не поднять, нам стало ресни Среди живущих душ на белом свете Не встретилась единственная живая Не потому, что ночь темна земная А потому, что день не каждый светил Среди прохожих глаз с мольбою Божьей Не встретились единственно родные Не потому, что дни любви слепые А потому, что ослепляли ложью Любовь Шелик Мне суждено молиться за троих Хотя ещё своё не отмолил И потому боюсь, чтоб не затих Тот слабый голос, что рождает силу Не угадать его среди шагов Безудержно спешащих в своей воле Но голос жив И слышен его зов Слышна молитва Соглашаюсь с ролью Те, кто любил и знал Любу Шелик Её поэзию Называют её великим поэтом Не знаю, наверное, это так Но знаю точно и наверняка Что она была и осталась настоящим поэтом Потому что волнуется душа Когда читаешь её стихи Потому что чаще бьётся сердце И хочется задуматься над тем Кто ты есть в этом мире И что большая жизнь вокруг тебя И что такое Бог Её голос перебивается страстным низким голосом Анны Ахматовой Нежным надломленным голосом Марины Цветаевой Печальным светлым голосом Сергея Есенина И таким тёплым, таким широким голосом Николая Рубцова Нет, нет, она пела в поэзии Свою песню своим голосом Просто с русскими поэтами Она была одной крови И этим всё сказано Этим всё объясняется Она не подражала им Она подхватила их Она подхватила их песню Но не успела её допеть Она успела немного Всего две книжки Ромашковое поле Изданное при жизни И недосказанность листа Небольшая книжка Изданная её друзьями После того, как Любы не стало Всего две книжки Но в каждой строчке Живое дыхание Живой вздох Живая капля крови Всего две книжки И беспредельный мир Радость, боль, печаль Предвидение необычной судьбы И раннего ухода Всего две книжки Оставленные нам А в них живая душа Разве этого мало? Меня ввели в моё столетие Как в зал последнего суда И под охраной стражи третьей Судили все мои года Кружились лица предо мною Греховней, чем гаморры грех И солнце кралось стороною И за стеной остался смех А я душой искала душу Под незнакомой формой глаз И мне казалось, что задушат Мою любовь в ненастный час Но это всё происходило во сне Как невозможна мысль О том, что всех столетий мало Для этих поисков святых В мирах земных Искать устала Пойду искать В мирах иных Именно здесь мы с Любой часто гуляли Я до сих пор Часто прихожу сюда Потому что мне кажется, что Не только я, но и эти деревья Помнят Любины шаги Её смех Её стихи И здесь Я сталкиваюсь с пониманием Что, наверное, и я И эти деревья Таких стихов больше не услышат Грустно Мы с Любой были Друзьями Не подругами Друзьями В одном из своих стихотворений Она мне писала Мой звёздный друг Чем была Люба для меня Высоким Умным Интеллигентным человеком Человеком С которым можно было говорить бесконечно Человеком, который открывал Какие-то миры для меня Которых Сама я, наверное Не видела И не знала В Михайловском Хранится Сборник Любиных стихов Ромашковое поле И каждый год Из Михайловского Любе приходило Приглашение На Пушкинские дни Я ещё помню Как выглядит это приглашение Ну, обыкновенный листик Вложенный в конверт А в этом листике Конвертном Необыкновенный листик Это лист Из Пушкинской аллеи Липовый Она собирала эти листики Но так она ни разу Туда и не съездила Однажды В редакцию К нам постучался человек Невысокого роста Мужчина Подошёл К Любиному столу И положил Перед ней Конверт Довольно Такой увесистый И Переписанный От руки Любин сборник Ромашковое поле Она удивлённо Спросила А кто вы такой? А он говорит Я двоюродный Брат Николая Рубцова А вот в конверте Это фотографии И письма Рубцова Которые хранились у меня Я их дарю вам Осень давно Отзвенела усталостью Даже морозы Успели вдохнуть В город безлистый Белую старость Капли на ветках Ни капли Ортуть Эх, бессезонье Воронье смятенье Пальцы дождей Бьют смелее Больней На подоконнике Водной метелью Кто-то рисует Портрет этих дней И не заплакать Над хмурым портретом И не понять Его тайную власть Сил не найти Ни весной Ни летом Чтоб из души Бессезонье Украсть Все как у всех И в начале жизненного пути У Любы Шелик Ничего необыкновенного И необычного Не было Место рождения Минск Год рождения 53-й Росла Ходила в школу Закончила в школу В 74-м году Поступила На факультет Журналистики Белорусского Государственного Университета И закончила Его в 80-м Году Потом работала И на заводе И в университете В Министерстве Высшего и среднего Образования Потом опять В университете А вот С 79-го года По 90-й На радио Сначала В редакции Вещания На Минско Минскую область Потом На радиостанции Столицы Надо сказать Что работала Она прекрасно Она была Великолепным Корреспондентом Великолепным Радиожурналистом В 1977-м году Она вышла Замуж за парня Которого звали Сергей А в 80-м Году У них родился Сын Которого тоже Назвали Сергеем Роты были тяжелые Она была в состоянии Клинической смерти И наверное В эти минуты Она что-то узнала Почувствовала Или услышала То Чего мы Живущие в этом мире Узнать Почувствовать И услышать Не можем В ней что-то изменилось Она стала писать Стихи Но до начала Творчества До начала Поэзии Было то Что выявило Этот дар Этот выход Энергии Этот великий дар Светлый Горький Были книги Она очень много читала Она прекрасно знала Классическую Современную литературу Свободно читала По-французски Изучала духовную И религиозную Литературу И вот здесь Настоящая Здесь Душа Писала очень Быстро и легко И многим казалось Что и жила она Легко Но это только так Казалось Жизнь забуду И паломницей Налегке Уйду В луга Там Душе Моей Раздолится Дней Ковыльная Пурга Там Иконам Петь Положено А в смирении Слеза И снега Слоями Сложены И кресты Под небеса От дождей Глазами Мокрыми Смотрит Вечность Старый Дом Заколоченными Окнами Тихо Плачет О своем На крыльцо Присяду Горесно Шар Небесно-золотой Вдруг Закатится И Боясно Станет Сердцу Где Покой Один из летних дней Открывается Распахивается Дверь Любовь всегда входила Очень шумно И Люба Входит И мы видим Что Человек Чем-то переполнен Он что-то несет В себе И она Стала О чем-то посторонним Сначала Говорить А потом Вдруг Взяла Ручку И стала Подходить Каждый Из стен Нашей Комнаты И что-то писать На этих стенах Это были Афоризмы Которые В тот момент В тот период жизни Переполняли ее Не стихи А именно Афоризмы И для нас это было Опять открытием Афоризмы были Разные И смешные И какие-то Саркастические Иронические Но в этих Афоризмах Был Весь ум Любы Блески Ее ума И Потрясающего Остроумия Еще одна Победа И мы Погибли Соответствуйте Степени Своей Бесценности Он Был Непосредственно Посредственно Любе Пришла Идея Сделать Цикл Передач Посвященных Николаю Рубцову Она Очень любила Этого Поэта И как-то По-особому Его Чувствовала И вот Первая Встреча Она Приходит В кабинет Переполненная Рубцовым Вытаскивает Из сумки Книжки Статьи Вырезки Записи Магнитофонные Голоса Николая Рубцова И начинает Очень увлекательно Рассказывать о жизни Этого человека О его стихах Это был не просто Поэт Которому Она отдавала Дань Признательность И уважение Я понял Что это Какая-то В любиной душе Точка Отсчета По которой Она мерила И себя И людей Которые Становились На поэтический Путь Она мерила Их Правду Чистоту Бескорыстие А через полгода Так произошло Что Люба Опять пришла В эту же комнату Уже с готовой Поэмой О Николае Рубцове Которая Начиналась Так Ветер Светел Над Николой Вологодчина Страна И все мы Конечно Были Ошеломлены И вновь Поэт Рождается Во мне Его дыханью Радуюсь И внемлю Но кто Его послал На эту землю Кто научил Учиться И во сне Я узнаю Поэта По лучам Его преображений Во вселенной По речи Во все века А нетленной И по душе Где место Лишь богам И вновь Поэт Рождается Во мне Приму Его И за двоих Отвечу Пред тем Кто Уготовил Эту встречу И плату За нее Возьмет Вдвойне Какой она была Спросил я У ее родных И мне ответили Она была Очень доброй Энергичной И большой Фантазеркой Какой она была Спросил я У ее друзей Они сказали Удивительной Разной Необыкновенной Талантливой И красивой Она была Пронзительно Одинока Как и полагается Быть Настоящим Поэтом Художником Творцам Нет Нет Она не была Одинока В общепринятом Смысле Этого Понятия Одиночества У нее была Семья У нее был Муж Сын Родители Работа Друзья Но можно быть Одиноким И в толпе Можно быть Непонятым Теми Кого ты любишь И кто любит тебя Потому что Одиночество Это состояние души И качество Ума Она обладала Даром предвидения И сама боялась Этого дара Потому что Это большой Грех Одна Женщина Незнакомая Пообщавшись С ней Коротко Сказала Вы как будто В мой паспорт Заглянули А еще раньше Это было в школе В выпускном классе Они писали Сочинения Одноклассники Ее писали Сочинения На тему Какими мы будем Через 10 лет И она угадала Судьбы Каждого из них Почти Каждого из них И все Сбылось Она очень многое Знала И многое Не договаривала О чем она Думала Бессонными ночами В период Обострения болезни Стоя перед алтарем И глядя На свечи В церкви О чем она думала Никто не знает И никто Не узнает Потому что Это Ее Причувствовала Ли она Скорый уход Из жизни Да Наверное Это так Потому что Говорила об этом То вскользь То серьезно При этом Надеялась на другое И говорила Что в роду Очень много У нее Долгожителей Там Впереди Нетронутое Поле А позади Глубокие Следы А впереди Был обрыв И пропасть Оставить Оставить Жизнь Конечно Страшно Страшнее Понять Что Вовсе Не жила Не говори Беззвучно Закричать Застыть В ознобе Закрыть Глаза Зарыться В забытье И в звуке З Остаться Как в утробе И не заплакать Встав на Острие Беспеченный Бед Но разве Звуки Скроют Сметение На земле Или во сне Они Как мы Рождаются И воют Они Зеркалят Вечное Своё Где Звук Звон Там Мера И движение Там Высота И пропасти Раскол А буква З Кирпичик Для творения И слов И чувств Разложенных На стол Звук Клоунада А душа В нем Гений Не хватит Жизни Разгадать Её И потому У звуковых Строений Болючее Такое Острие Я расскажу Мистическую Что ли Историю Хотите Верьте Как говорят Хотите Нет Но после того Как Любушки Не стало В девятый день Я видела Сон Очень Очень интересный Насыщенный Передать Я могу Только в двух Трех Словах Что происходит Событие Я вхожу В какой-то Большой Автобус Где много Незнакомых Людей Я еду Куда-то Далеко В далекую Страну Я еду Это вроде Как за границей И в то же Время Я мыслю Боже А как я там Буду общаться С людьми Ведь я Не имею Денег Как я буду Платить за Все Как я буду Покупать Что-то И вдруг Я открываю Ладонь Я вижу Крупным Планом Как это Происходит И мне В ладонь Кто-то Кладет Большую Монету И тут же Проносится Мысль Господи А как я буду Платить Ведь такие Монеты Давно Не в ходу Их Просто Нет И вот Наутро После этого Сна Где были И иные События Я стала Перебирать Свои бумаги И натыкаюсь На слово Шелик Древняя Неходячая Монета И вот Этой Монетой Которую Она подарила Мне во сне Я думаю Что она Таким образом Передала В какой-то степени Свой дар Поэтический Который Она не смогла До конца Раскрыть Дело в том Что я всегда Писала На белорусском языке Все мои стихи Они написаны По-белорусски И вдруг В какой-то день Рождаются Русские стихи И называется Цикл Любушки Любовь Не измерялась Как потеря Текли потоком Гори И беда Из раны дней Как будто Раны зверя Двадцатый век Последние года Мы пребывали В нем За неименьем Не век А волк Ты прав был Мандельштам Пустых глазниц Строжайшее затменье Великий век Глиняный Зубоскал Игрок Жесток Жесток И недочеловечен Коль слизывал С когтей Железных кровь Он ненавистью Назло Грязно Мечен Но умер Век Когда забрал Любовь Земное счастье Колосок из глины Безумный след Бездумного зверя Как будто кто-то Кровь И сок Малины Смешал И пьет И этот кто-то Я Не знающий Не помнящий О вечном Так близок Человек С нечеловечным Нечеловек С его греховной Властью Восстанет И войдет В земной приют Луна И солнце Небо В одночасье Утратит свет И звезды Упадут Откроются Живых И мертвых Лица Так Судный день Над нами Воцарится И воцарится Царь Из галереи Не в рубище А в огненных лучах И до ядра Земли Все побелеет И встанут Рядом Грешник И монах И Михаил Архангел Возрыдает Прося о нас Так Будущность Влетает Она Умерла 4 января 2001 года Прожив В 21 веке Всего 4 неполных Дня Накануне Нового года Ей стало плохо 1 января Ее отвезли В больницу А 3 Она попросила Прийти Сына Она захотела Увидеться С ним И спросила Сережа Как ты думаешь Я выберусь Из этой болезни Спросила Зная Что нет Не выберется Это было Прощание Все случилось Не внезапно Болезнь Долго Подтачивала Ее Медленно И верно Рак Крови Наверное Существует Какой-то Высший Неписанный Закон По которому За талант За дар Предвидения За то Что твоя Судьба Необычна И ты В этом мире Можешь быть Не таким Как все Надо расплачиваться Очень высокой Ценой И Люба Не стала Исключением Из этого Правила Она Заплатила Я По страстям Прошла И Спято Кожу Поздирала Теперь Пройдите Вы А я Устала Мне снилась Снова Музыка Чужая И голос Сына И тревога В нем И мне казалось Я уже Иная И век Иной И день Горит Огнем Но я Огня Не вижу Я лишь Знаю Что надо Сына От беды Спасать И я бегу Но я Не добегаю И узнаю Что надо Умирать И страха Нет Есть Только Сожаление И горечь Есть Она Родней Чем Мать А может За греховное Неверие Мы будем Наказание Принимать Но если Веру Не впитали Души Рождаясь Вновь Чтобы Других Спасти Зачем Нам сны На море И на суше Да и во сне Нам веру Не найти Я не хочу Рождаться Если явью Вдруг станет Сон И это Боль В груди Христос Учил И радостью И скорбью Не научились Все же Пощади Все равно Где бы мы Не причалили К островам Леп Сиреневых Птиц К скалам Печали Лили Не подняв Нам устал Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров